На заседании Клуба политических экспертов в экономическом университете обсудили санкции против России. Участникам круглого стола предложили обратить внимание на вызовы и возможности для регионов нашей страны. По большей части специалисты усмотрели в санкциях лишь отрицательные факторы. В глобальном, если смотреть масштабы, увеличится и убыстрит инфляционный процесс. Но не только из-за санкций российская экономика переживает трудные времена. На заседании было отмечено, что государство делает очень мало для развития частного бизнеса в стране. Были бы нормальные возможности предоставлены на россиян, но мы бы перевернули все, мы бы все поставили на свои места. Потому что когда ты получаешь в банке кредит сейчас под 12, под 13, под 15 процентов, я понимаю, что у нас Сбербанк зарабатывает сотни миллиардов рублей, я рад за него. Но у нас, получается, вся страна Сбербанк. Кроме того, был поднят вопрос, что разговор о необходимости ухода от сырьевой экономики идет уже давно. И именно зависимость от нефтяной иглы сыграла сегодня с Россией злую шутку. Я тогдашний президент Медведева, который констатировал зависимость страны и ее экономики от сырья, от экспорта углеводородов, и ставил правильные задачи модернизации страны. Прошло, пробежало пять лет. И что? Однако санкции могут и стимулировать российскую экономику, и в частности малый бизнес. Главное – начать работать. Представитель правительства Саратовской области, как и большинство собравшихся, заметил, что ситуация в стране стала хуже. Но, тем не менее, это является правильным курсом для всех нас. Я думаю, что руководство страны по сегодня прекрасно понимает, что нужно делать. И если осознание этих целей и задач у нас будет поддержано, я думаю, что успех будет в любом случае. Потому что почему-то нет такого ощущения безысходности, как это было в 1998 году и в 2008 году. Есть некий даже драйв. А результат этой политики мы можем наблюдать на прилавках наших магазинов. Роман Козлов, Матвей Фляшников, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости». Роман Козлов, Матвей Фляшников, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости». Роман Козлов, Матвей Фляшников, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости».